Друзья, привет! Кошка пришла мне мешать, как всегда. Только я снимаю видео, она вот начинает петь. Кошка, может, посмотришь камеру? Нет? Не посмотришь? Ну да ладно. Как я вам обещала, снимаю видео о том, почему веганом быть сложно, почему мне лично сложно быть веганом. И, знаете, поначалу я хотела больше затронуть какую-то морально-психологическую сторону, но посидела и подумала, и поняла, что, в принципе, для меня это сейчас не представляет какой-то проблемы. Быть может, когда я только начинала всё это дело, своё знакомство, родственники, ну, по крайней мере, все стороны моего мужа, они, ну, для них это был шок, и особенно сложно было приходить на какие-то праздники, и меня все очень сильно жалели, думали, что беда, я несчастная, как же так, что же я вообще ем? Но сейчас, вы знаете, всё настолько хорошо, меня настолько все понимают и принимают, при этом ничего не навязывают, уже как таковых насмешек, думаю, нету. И моя мама вообще, она, как только я позвонила ей по телефону и сказала, мама, я хочу быть веганом, она, я очень боялась, что она скажет, но она сказала, боже, здорово, молодец, отлично, ты прям вообще молодец. Я была просто в шоке, конечно. То есть вообще не, даже если я прихожу в кафе, я никогда не закатываю каких-то там, знаете, истерик, типа, ой, здесь есть молоко, принесите мне это. Я недавно была свидетелем такой картины, когда девушка просто задолбала официантку, она просто не могла найти в меню что-то, чтобы ей подошло, и она всё это говорила с таким пафосом, с такой прям манерностью, что мне было, честно, жалко официантку, потому что я работала официанткой, я всегда жалею официанток и всегда оставляю большие чаевые. В этом плане у меня проблем вообще нет, я когда вижу в меню что-то такое очень простое, я это беру, если есть кофе, я беру кофе, если есть обычная каша на воде, я беру кашу на воде и как-то вообще не парюсь. То есть у меня с этим проблем нет. Трудности возникают конкретно всё-таки, наверное, с питанием, это очень ответственный шаг. Я ни в коем случае не призываю вас становиться веганами прямо сейчас, просто потому что вы посмотрели какое-то видео, просто потому что вы вдохновились каким-то блогером или известным человеком. Не нужно этого делать просто потому что вот вам захотелось, не нужно это делать по какому-то веянию моды, потому что сейчас это оказывается модно. Нужно в первую очередь ответить на вопрос, зачем оно вам нужно, зачем, какая причина. Какая-то этическая, морально-психологическая, кто его знает, почему бы и нет, либо физическая, связанная с вашим здоровьем. Быть может, вам стоит проконсультироваться с врачом, ну который, конечно, скорее всего вас отговорит, но тем не менее, зачем оно вам надо. Вы испытываете какие-то проблемы со здоровьем. В общем, в любом случае, если вы задумывались о веганстве, нужно прошерстить большое количество информации. Действительно, очень сильно себя подковать в зданиях, а не быть таким дилетантом, который, ой, я буду есть только овощи, фрукты и всё. И понятное дело, что через какое-то время его просто увезут на больницу, он будет тощий, бледный и с диким недостатком железа, витамина В12 и прочего, и прочего. О железе для женщин, да и для мужчин, наверное, вообще. Надо снимать отдельное видео, где брать железо и как бороться со всем этим. Большинство веганов – это молодые люди, которые хотят либо похудеть, скорее всего, большая часть. Они заставляют свою диету крайне неправильнее, то есть там нет необходимого количества витаминов, микроэлементов, полного набора божжу на сутки. Обычно они едят какую-то траву, фрукты, может быть, бобовые в лучшем случае, но и то сомневаюсь. И чаще всего они придерживаются веганства как какой-то диеты. То есть они себя сильно ограничивают. Но веганство – это не диета. Веганство можно есть реально от пуза, поверьте мне. Можно так обжираться, что вам будет тяжело дышать. Я это знаю по себе, поверьте. Веганство – это правда очень вкусно, если у вас есть голова на плечах, если вы умеете серфить в интернете, искать интересные рецептики, именно благодаря этому мы нашли для себя офигенно вкусную пасту с авокадо. Это просто самая вкусная вещь в мире. И звучит, наверное, не очень, но поверьте мне на вкус. Это просто божественная вещь. Это очень вкусно. Умеете лазить в интернете, то вы голодом никогда не станете. По поводу недостатка витаминов. Очень важно. И я имею осторожность высказать мысль о том, что не только веганы испытывают дефицит витаминов. Человек, живущий в большом городе, в урбанистическом городе, особенно в России, в Москве, в северных странах, мы постоянно испытываем дефицит витаминов. Даже витамина С, железо. Про В12 я тоже молчу. Силена, йода. Человек, который даже ест мясо и молочные продукты, постоянно испытывает дефицит, недостаток этих витаминов. Что уж говорить про веганы. То есть представьте себе. Я считаю, что если вы не живете там на какой-то ферме, если у вас нет постоянного доступа круглый год к свежим овощам и фруктам. К тому же, чтобы восполнить суточную норму того же витамина С, вам нужно съесть очень много фруктов. То есть для обычного среднестатистического работающего человека, столько съесть еды за день, это сродни фантастики. Нужно принимать биодобавки, нужно принимать витамины обязательно в течение всей жизни. Ну, не постоянно, да, не в течение всей жизни, а два раза в год хотя бы пробивать курсами. Лучше всего поливитамины, то есть где есть полный набор всех. Но женщинам также я бы очень советовала обязательно принимать железо, потому что дефицит железа испытывают все женщины по определенным причинам. Ну, вы понимаете, о чем? Железо обязательно. B12 принимать обязательно не только веганам, но и мясоедам. Кроме того, что вам нужно построить свой рацион очень гармонично, очень полноценно, обязательно нужно принимать витамины. Железо B12, я еще раз говорю, это должно быть обязательно, потому что как только вы начнете веганить, вы будете чувствовать себя прекрасно. Ведь может у вас будут какие-то сопли поначалу, кашель, но это только потому, что ваш организм очищается. В течение этого срока вы будете чувствовать их хорошо, вы будете просто порхать, и вы можете в принципе есть даже фрукты и овощи, и вы будете чувствовать себя нормально. Потому что тот же витамин B12, который отвечает за работу мозга, он накапливается в печени и расходуется примерно в течение года-двух лет, наверное. Вы не будете ощущать дефицит этого витамина, но спустя год, это промежуток времени, каждый год разный, и вы обязательно заметите на себе этот дефицит. Поэтому принимать поливитамины нужно обязательно. Особенно если вы кушаете довольно аскетично, если вы не любите есть, то без этого просто никак. Следующий момент, хочу затронуть такую тему, как жиры. Потому что когда я в свое время готовилась к соревнованиям по фитнес-бикини, слава богу, что я до них не доготовилась, и очень счастлива, что я вовремя остановилась. Но не суть. Я очень сильно... Я тогда еще ела, кажется, мясо. Я очень сильно следила за своим божилом. Я высчитывала чуть ли не по калькулятору калории, углеводы, белки, жиры и прочее. И, вы знаете, я пришла к выводу, что жиров мы не доедаем. Чаще всего обычный человек, который, ну, более-менее так, более-менее старается правильно питаться, вот именно полезных жиров мы не доедаем. Что же говорить о веганах? Поэтому жиров никогда не стоит бояться. Поверьте мне, что жир — это не то, что у вас свисает живота или сляшек, это не то. Жир — это то, что помогает нам оставаться стройными. Жир — это то, что улучшает обмен веществ. И откуда брать жир, спросите вы? Ну, все элементарно. Оливковое, подсолнечное, льняное, любые масла. Это орехи, какие вам нравятся, абсолютно любые. Миндальные, бразильский орех — мой любимый, грецкие орехи — это все орехи. Также, если вы видите мясо, то, конечно же, это рыба. И, конечно же, авокадо. Друзья, если вы хотите красивые волосы, крепкие ногти и красивую кожу, то авокадо просто вам в помощь. Лучше всего съедать по одному авокадо каждый день в идеале. Как веганам, так и мясоедам. Почему бы и нет? В заключение хочу сказать, друзья, что у каждого из нас свой выбор, своя жизнь. Мы сами выбираем свой тип питания. Я никогда никому ничего не буду навязывать. Я считаю это просто как-то невежливым и нетактичным, потому что все-таки питание — это сугубо личное дело. Это же интимное какое-то дело каждого человека, в которое я просто не имею права вмешиваться. И я знаю, что мое видео сейчас звучит, будто я вас предостерегаю от веганства, но я делаю это только потому, чтобы вы не боялись узнавать новое, чтобы вы не навредили своему здоровью. Потому что как много людей калечится веганством, потому что они делают что-то не так, бросают на полпути только потому, что у них возникли проблемы, но при этом не понимая, что виновниками каких-то проблем являются именно они. Безусловно. И прежде чем становиться веганом, обязательно сдайте анализы на содержание железа в вашей крае, потому что чаще всего все женщины испытывают дефицит железа. Абсолютно все, вне зависимости от того, веганы они и мясоеды. И если вы девушка, то, конечно же, стоит обязательно принимать дополнительные поливитамины. Опять-таки, вне зависимости от того, хотите вы мясо или нет. Поэтому, друзья, это не последнее видео, еще, скорее всего, будет и вторая, и третья часть по поводу того, почему веганам быть сложно, и о чем нужно обязательно знать. Если вы хотите попробовать себя на этом довольно-таки интересном пути все-таки, то обязательно оставайтесь со мной, оставляйте свои комментарии. Я буду рада почитать, ответить на них. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.